Добрый вечер, дорогие москвичи! Теплый семейный действительно формат. Понятно, что по-разному ваши творческие складываются биографии, но тем не менее, я думаю, что очень сильно ваше влияние на ваши глаза хала росла. Как вы видите ее дальнейшую творческую судьбу, развитие, что вы хотели бы сказать про свою сестру в первую очередь? Вы знаете, я ни на минуту не сомневаюсь, что моя сестра очень талантливый человек, очень разносторонний человек, но это здорово, что я к этому имею отношение, потому что мои родители, которые не были музыкантами, они были обычными советскими инженерами, и, естественно, как люди, лишенные возможности заниматься музыкой, они решили измучить таким образом нас, сестрой, поломать нам нашу судьбу. Ну, чем? Скрипкой. Я была отдана на скрипку... Ой, простите меня, Людмила Геннадьевна Бернигора, мой педагог, но это были вырванные годы. Алла закончила Прокофьевскую школу по скрипке у педагога Каневского, очень известный педагог, царственную небесную Александр Григорьевич. И вот когда я поняла, что Алла певица, а не скрипачка, я костьми легла, но сказала маме с папой, она пойдет учиться вокалу. Ну, это было, конечно, не передать словами, что папа с мамой сказали, что я не имею права ребенку ломать жизнь, что скрипка это ее хлеб, она должна пойти в училище, потом она должна пойти в оркестр, еще куда-то. Ну, мы с Аллой так вот сцепились, с мертвой хваткой, ей было тогда лет 15, по-моему, и я добилась того, чтобы она пошла абитуренткой в Гнесинское училище на дирижерское хоровое отделение. Естественно, она его закончила с красным дипломом, потом она поступила в Свешниковскую академию, ну, а дальше уже свободное плавание. Очень здорово, что все-таки она пошла по своему пути. Она заслуживает той ниши в музыке, которая у нее есть. Огромное спасибо, Жанна Юрьевна. Вот, я так понимаю, что действительно это было судьбоносно, и спасибо, что вы повлияли на мнение и, скажем, судьбу своей младшей сестры. Вот сегодня действительно состоялся очень успешно этот вечер. Расскажите, пожалуйста, почему выбор был отдан вот этому ресторану «Жагал», как часто вы здесь исполняете свою песню, что вы можете сказать об этом заведении? Вы знаете, я нахожусь в еврейской, ну, не нахожусь, работаю в еврейской области очень давно, наверное, с тех самых пор, как эта еврейская область у нас существует еще со времен Советского Союза. Я пришла во Фрейловс, это такая была шоу-группа Бирбиджанской филармонии в 85-м году, поэтому все, что касается еврейской музыки, я знаю, вот как пять своих пальцев, вот. Но, что я хочу сказать. Ресторан «Жагал» – вы знаете, это единственное, пожалуй, место в Москве, где остался тот самый дух. Если язык идаш уже забыт, уже язык идаш, все, он уже, мне больно об этом говорить, но он умирает. Уже практически его нигде не существует. Еврейский ресторан, ну, был такой у Юзефа, его не существует, не стало хозяина, не стало ресторана. Что касается других еврейских ресторанов, вот, в частности, при синагоге, почему не то место? Потому что он слишком кошерный, там нельзя петь женщинам. Ну, традиция есть традиция, законы есть законы. Здесь же, это как сказать-то, вот прогрессивное еврейство, это огромное счастье, что здесь могут петь и женщины, и мужчины. Вот сегодня были в основном русские люди, как здорово, что они могли слышать еврейскую музыку, еврейские молитвы, это же замечательная совершенно музыка. Поэтому, естественно, если я буду еще выступать, а я надеюсь, что меня сюда будут приглашать, то только, конечно, в «Шагале». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok